Коты – аристократы мира животных. Так говорил они знаменитый писатель Стивен Кинг. Своенравные независимые животные стали героями пословиц и поговорок. Их обожествляли и их проклинали, приписывали магические умения и невероятные способности. А сегодня кошки – постоянный и, пожалуй, самый близкий друг человека. С радостью такого сожительства с недавних пор познакомились и в семье Русапетовых. С появлением котов у нас стало еще веселее в доме. У нас стала еще более большая семья. У меня еще есть двое детей, которые также с котами и с животными очень ладят. Очаровательные пушистые домочадцы появились не сразу. Семья сначала завела одного кота. Эксперимент был признан удачным и скоро Серому Сереже пришлось разделить лавры общего любимца. Лиса у нас очень красивая девочка. У нее на спинке, у нас птичка счастья. У нее здесь счастье нарисовано, птица счастье. Еще древние целители отметили магическое воздействие кошачьих на здоровье человека. Суеверие это или нет, каждый решает сам. Но с другой стороны, поверья просто так не появляются. Бывают такие ситуации, когда вот сейчас в последнее время мы заболеваем, горло болит. Лиса приходит ко мне, ложится на грудь и начинает своим теплом и урчанием согревать. И становится легче, комфортнее. Ты начинаешь чувствовать, что у тебя уходит кашель, состояние самого заболевания. Несмотря на свой нравный кошачий характер, четвероногие прекрасно ладят со всей семьей. Веселья хватает и взрослым, и детям, и даже собаке Майи. Животные благодарят хозяев своей теплотой, нежностью и просто радуют своим присутствием. Тем не менее, общаться с этими маленькими львами нужно уважительно. Потому что кошки, живя рядом с человеком, чувствуют себя равными ему. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Назганова, Десна ТВ